Первое впечатление, конечно, в таких жутких условиях, это победа дорогого стоит. Мы забили, Факева забил, хотя тоже моменты были у Факева. Но сегодня, к сожалению, футболисты боролись с мячом, с полем и соперником. Это мне напомнило чемпионат мира по футболу в грязи. Больше так похоже было ни о атаке, ни о другом футболе. Тут невозможно рассуждать, ни комбинационно. И бей, беги, окружай ворот. В общем, так это было. Я предупреждал ребят перед игрой, что надо очень сильно упростить игру. Потому что там комбинировать невозможно, к сожалению. Это весенний футбол российский. Пожалуйста, вопросы. В стартовом составе вашей команды вышло 6 человек, так или иначе имеющих отношение к футбольному футболу. Ну и линия обороны практически полностью, за небольшим исключением. Насколько вы довольны? Может быть так, персонально нет смысла? Ну, в целом. Свежов, как на ваш взгляд. Касьян, линия обороны. А правда, так сказать, какие-то ваши? Ну, если не пропустили, то команда заслуга не только обороны, а всей команды. Поэтому я доволен всеми футболистами. К сожалению, там травма. Появились небольшие проблемы. Пришлось замену раньше дела коммерческого плана. Потому что у меня к ребятам претензий нет, они и не могут быть. После такой игры только обыскательным спасибо, что сражались на поле. Три очка от Тамбова, идущего на четвертом месте, отрыв. Перед вами стоит задача в стыке, да? Ну, задача стоит, я не раз повторял. Я думал, что это у любой команды стоит, у любого тренера поберет в каждой игре. А так задача именно в стыке попасть. Ну, разговоры ходят, но мы и для себя эту цель выбрали. Такая команда в стыке не хочет попасть. Шансы есть. Пяти-шети команды. Калининград, в принципе, теоретически, и инфраструктура готова к повышению в классе. Вот не сию минуту, а на ближайшей. После чемпионата мира, да, все готово. Там и стадион новый, и четыре футбольных баса, которые по сборной сделали. Потому что в почве это мира, там все будет хорошо. Ну, во-первых, я благодарен ребятам за проведенную игру в сложнейших погодных условиях. Выдержали и темп выдержали. Все, и второй темп имели и преимущество территориальное, просто не реализовали. Считаю, что игра абсолютно равная. Закономерно, наверное, был итоговый результат ничейный. Ну, так, по тем минимумам, что было создано. У нас хороший момент был в первом тайме при счете 0-0. Игорь Лебеденко не реализовал. Практически выход один на один не реализовал все. Ну, а гол пропустили полмомента. Даже моментом это назвать нельзя. Элементарно нужно было, я предупреждал об этом на предматчевой установке, что в связи с погодными условиями нужно упростить игру в линии обороны. Элементарный вынос, мяч. Мы владели мячом, не вынесли, получили в элементарной ситуации гол. А так, благодарен ребятам за настрой, за отдачу. Если так будем продолжать, то... И, конечно, качество поля немножко. Понятно, что в равных условиях играли. Но у нас пришли вот новые ребята, которые в межсезонье уже на флажке пришли. Они играют немножко в другой футбол. Объективно нужно сказать, что Балтика по своему составу намного сильнее нас. Но по игре они нас никак не превзошли. Все, абсолютно равная игра. Еще раз повторяю. Папа Андреевич, как встроились четыре новичка, которые, как вы сказали, немножко в другой футбол? Насколько они? Ну, они, все ребята... Это, конечно, усиление. Для нас это усиление все. И на качественных полях, ну, по крайней мере, на Кипре, вот когда пришел Игорь Любеденко и Рекиш, они были уже на Кипре, играли в Кубке ФНЛ. Ну, они мыслящие игроки, с хорошим исполнением, качественные игроки. Кузьмин и Афанасьев, они пришли у нас за четыре дня до начала чемпионата. Приехали сюда уже, в Воронеж, они с нами не готовились. Но это хорошие, добротные футболисты, все, я думаю, что они помогут. И на хорошем качественных полях, все, они смотрятся совсем по-другому. Здесь много борьбы было. А Рекиш и Кузьмина не более такого созидательного плана. На очень хорошем уровне отыграл сегодня Кузьмин. Афанасьев, считаю, что хорошо вскрывал и фланг вскрывал, и в первом тайме особенно там вся угроза нашла с правого фланга. С правого фланга все. Ну вот сейчас три очка, отрыв от предпоследнего места, от Питера, выезд в Красноярск, собственно говоря, не слишком перспективный. Потом игра с Питером была. То есть уже практически последний бой, да, вот сейчас? Ну как последний бой? Осталось у нас 11 туров, да, 11 туров. Если брать две сложные игры, конечно, сложные. В Красноярске с лидером вы видите, что они три мяча забили Курску до этого, да. Три мяча сегодня в 3-0 обыграли «Зенит» в Санкт-Петербурге. Конечно, команда, то что лидеры, явные лидеры. Все. И выезд в Самару. А оставшие-то 7 игр, да, 7 игр, домашних 7 игр. Это все прямые конкуренты наши. Плюс выездные игры с ротором и с кинками. Я считаю, что ситуация не безнадежная абсолютно. 11 туров – это приличная дистанция. Все будет зависеть от того, как мы будем играть в домашние игры с прямыми конкурентами. От этого будет практически все зависеть. Я думаю, что борьба будет до последних туров. Пожалуйста, еще вопрос. Владимир Пентеевич, что с Артемом мы особо заменили? К великому сожалению, у нас сейчас возникают проблемы. Проблемы у нас и так в линии обороны. Количественно даже был, скажем так, недобор игроков, да, недобор игроков. А у Артема, ну, скорее всего, надрыв задней поверхности бедра. И участие в игре с ИСием практически исключается. Плюс вторая проблема – это Семенов получил четвертую карточку. И у нас, получается, два крайних защитника пропускают. Сейчас здесь проблемы будут. С командой Красноярск – это вдвойне проблема, да, потому что команда агрессивная команда, играющая в хороший футбол, подставая на игрок, исполнители, все. Но будем исходить из того, что имеем на сегодняшний день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова